Иногда бывает такое, что автомобиль поступает в сервис не полностью, а малюха по частям. Данный экземпляр был слегка уебан об стену, и на нем нужно починить кондиционер. Но перед тем, как приступить к работам, его необходимо ебать собрать. Поэтому помоем все, что необходимо ставить на место, не будем же мы все это говно ставить в таком состоянии. И немножко подродившись с моечкой, ставим на место радиатор, интеркуллер, трубки системы охлаждения, патрубки, патрубки интеркуллера, датчики, проводку, усилитель, мелкие шланги, хомуты. Короче, целую кучу всякого блядского барахла, чтобы эта ебаная адская колесница, наконец-таки перестала быть недвижимостью, и начала приносить хоть какую-то пользу. А именно транспортировать его мягкое место по огромным территориям нашей необъятной страны, и не только. Да, и помоем бачок системы охлаждения, потому что он почему-то был весь в говне. После того, как все вроде собрано и стоит на месте, систему охлаждения и бачок нужно заправить ебать антифрис, дабы она исполняла свою основную функцию. Далее заводим эту адскую колесницу, и немного прогрев доливаем жидкость системы охлаждения до необходимого уровня. Ну все, ебать, автомобиль прогрет, все работает. И наконец-таки спустя день мы можем приступить к ремонту системы кондиционирования. В первую очередь, ебать, естественно отвакуумируем систему, дабы удалить лишний воздух, и понять нет ли в ней отверстий, размером с очко динозавра. Ну и естественно, чтобы легче было заходить туда новому фреону. Успешно проведя этот этап, приступаем непосредственно к заправке. Берем весы, фреон, всю хуйню, собираем всю эту ебалу до кучи, и приступаем к заправке. Залив максимальное количество фреона, которое эта срань может поглотить, а именно грамм 150-200, следом нужно запустить колесницу, активировать систему кондиционирования и долить до конца. Но вот засада, компрессор не включается. Возможно, мы что-то не поставили. Как охуенно, что в мастерской есть точно такая же машина. И оглядев ее разобранную морду, мы увидели, что не хватает ебать кусочка проводки с датчиком температуры наружного воздуха. Поэтому клиент некоторое время спустя подвез запчасти, которые он выковырял из стены, куда был уебан данный автомобиль. Ну и с них мы сняли и установили на автомобиль недостающую часть проводки с датчиком. Пытание на компрессор пошло, но все равно компрессор не запускался. В чем же проблема? Слегка разобрав компрессор, мы обнаружили наебнутый датчик, который был починен. Но судя по задиру на поршнях, компрессору все-таки пизда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова